Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. На 55% выросло число вакансий в Кировской области за год. За последний месяц число вакансий в регионе выросло на 3%. Цифры называют специалисты службы исследований HeadHunter. Спрос на персонал в Кировской области стремительно возрастал, начиная с февраля, достигнув пика в июне. И в октябре этот тренд тоже сохраняется. При этом активность соискателей остается примерно на одном и том же уровне, а в некоторых сегментах даже снижается. Наиболее востребованные работники в таких отраслях, как страхование, маркетинг, реклама и пиар, высший и средний менеджмент. Востребованные в Кировской области работники сферы продаж, розничной торговли, обслуживания клиентов. При этом отмечается, что картина, которая показывает нехватку кадров, характерна не только для аудитории HeadHunter. Она в полной мере отражает ситуацию на рынке труда в регионе и в стране. Экономика. Парковку перед железнодорожным вокзалом в Кирове хотят сделать платной. По крайней мере, именно такие планы по реорганизации пространства перед вокзалом рассматривают в мэрии. Задачу увеличить количество парковок для гостей города в связи с 650-летием поставил губернатор Александр Соколов. Теперь варианты того, как разгрузить забитую машинами привокзальную площадь, ищут городские власти. Один из них в эфире нашей радиостанции озвучил сети менеджер Вячеслав Симаков. В первую очередь, по его мнению, нужно ограничить долгосрочное нахождение транспорта на этой территории. В Перми, например, эта идея уже реализована. У вокзала стоят шлагбаумы, машины могут ненадолго заехать, высадить пассажиров. Длительная парковка является платной, при этом дорогой, рассказал об опыте соседей Симаков. Цитирую. И тогда различным частным перевозчикам не так комфортно будет там находиться, а именно они как раз в большей степени стоят у вокзала. Для автобусов и микроавтобусов можно сделать отдельную зону, считает Симаков. Реализовать планы по реорганизации парковки и движения у железнодорожного вокзала должны к июню следующего года. Искусственный интеллект помогает искать в Кировской области незаконные рубки леса. В рамках проекта «Цифровая земля» в этом году проведен дистанционный мониторинг лесоизменений на всей территории региона, рассказал министр лесного хозяйства Андрей Тетерин. Делается это с использованием искусственного интеллекта, который сравнивает космические снимки за определенные промежутки времени. Это позволяет выявить изменения в лесах и значительно быстрее фиксировать как незаконные рубки, так и ветровалы. В результате в регионе нашли более 100 ветровальных участков и 9 незаконных рубок. Сейчас рассматривается возможность продолжения участия региона в проекте и в следующем году. Напомню, что летом с помощью искусственного интеллекта в регионе находили лесные пожары. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.